Привет всем любителям пошаговых стратегий, вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и сейчас я первовзгляжу, первовзглядим вместе с вами на игру Азимандия. Кто-то вдруг не в курсе, Азимандия это так древние греки называли Рамзеса II, это такое огречневание его тронного имени. Там что-то у Серартру, как-то так было. И, конечно, наверное, отсылка к Санету Шелли, который процитируется в 4-й циве, где я Азимандия, я царь царей, целого мне мира мало, всё рушится, вот это вот всё. Но это отсылка к тому, что даже великие империи, которые строятся через сколько-то веков, канут в лету. В любом случае, игра в раннем доступе сейчас находится, и предлагаю, в общем-то, сыграть, то есть в двух словах, ну, тут можно выбрать, где играть, Месопотамия, Азия, значит, предлагаю с Месопотамией начать. Китай, Средиземноморье, Греция, Ближний Восток. Ну, в общем, карт много. Собственно, так, за кого мы будем играть? Это у нас Вавилоняне, Хананиты, Хетты, Ассирийцы и Эламиты. Учёные, низкая служба, я бы, наверное, с низкой начал, начал. Так, учёные начинают с 15 еды, 25 денег и 50 науки. Технология, технологии знания обходятся на 25% дешевле, технологии богатства обходятся на 25% дешевле. Установка флагов обходится на еду дороже, и отряды обходятся на 20% дороже. В общем, выбираем... О, сложность игры. Ну, давайте новичок не будем. Так, бакалавр, студент. Давайте вот студент средний, без всяких бонусов, на обычные сложности сыграем. В общем, в чём идея игры? Пусть нам выигрывает тот, кто первый наберёт вот этих 7 корон, то есть построит чудеса определённые. Два чуда на три короны, три чуда на две короны, и по одному чуду на одну корону. Оно считается построенным, когда вы выполните условия, но если условия перестанут, вы перестанете соответствовать этим условиям, то, соответственно, наоборот, вниз уйдёт количество корон. Я не думаю, что я полностью сыграю партию. Давайте просто, чтобы вам понятно было, как тут что действует. Так, значит, наша империя увеличивается за счёт прибавления территорий. Разные территории, разное производят. Ну, точнее, скажем так, а производят они одно и то же в разных количествах. И я бы начинал... Самые дешёвые реки, но вот у нас и реки здесь больше всего, я бы, наверное, вот прокачал как раз на расход еды при установке флагов на реке до максимума. Плюс к тому, вот, видите, реки будут ещё и еды нам больше давать. Так, что у нас по рекам тут? Сразу присоединяем. Так, 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 так. И всё, еды у нас больше нет. Ну, в общем-то, я бы всё равно науку потратил, потому что, смотрите, избытки теряются. То есть, у меня, видите, потери будет шесть науки, например, сейчас. Поэтому лучше науку тратить. И, наверное, на присоединение лугов, которые вот тут у меня рядом, в общем-то. Так. И так. Ой, тоже до максимума сделаю. Вот, видите, я всего одну науку потеряю, потому что осталось три. Ну, в общем-то, можно хоть заканчивать. Так, гляну я тут ничего, не прячу за своей вебкой. Так, возможности. Бесплатный флаг на морской клетке и исследовать не менее десяти технологий флагов. Уже шесть исследовано. Ну, давайте вот эти бочевые племена возьмём. То есть, она вот тут вот висит, возможность у меня, да? Ещё четыре технологии флагов. Так, во-первых, давайте сразу флаги поприсоединяем. Видите, стоимость присоединения флага зависит от дальности от города. Ну, и, соответственно, от технологии, какие вы там пооткрывали. Так, давайте, наверное, расход еды вот на равнинах ещё, соответственно, уменьшим. Эти три, три, четыре. То есть, желательно, пока мы вот не прокачаем то, что у нас нету никаких потерь, всё сразу использовать. Пока мы, конечно, ни с кем не граничим. Пока просто присоединяем территории. Так, две еды за каждую реку. Прямо сейчас и бесплатно. Нет, давайте две еды. Я вот могу прямо сейчас это использовать. Вот, забираю. И у меня сразу куча еды добавилась. Хотя, может быть, надо было сначала реки... А, они же должны добавиться, да. Не надо было сначала реки. Так, что там у нас осталось? Сколько? Две технологии исследовать. Ну, наверное, эту ещё возьму. Чем могу город уже один поставить? Не, ну, сначала бы я, наверное, присоединялся, что четыре стоит. Так. Что, тринадцать еды. Ну, наверное, в сторону вот... Зелёненького. Развиваемся. Пока так. Построить город на равнинах. Или просто бесплатный флаг на реке. Нет, давайте вот построить город. Технологию дохода в горах. Нам за это дадут. Так, что у нас? Одну технологию флагов. Давайте вот на море. Оба выполнили. И можно, наверное... Так. Давайте я, наверное, тут город где-то поставлю. Блин. Ну, давайте вот здесь. Так, по семнадцать науки надо тратить. Блин, а тратить не на что. Блин, у нас всего одна клетка морская. А сколько я потеряю? Пять науки потеряю, блин. Не, наверное, лучше потратить всё-таки. Или вот эту возьмём. Давайте наука на реках. Да. Плюс, ну, то есть нам больше науки в следующем ходу накапывает. Так, а деньги давайте снизим потери от науки. То есть нам бы и накапливать потихоньку. Там более дорогие техи есть. Так, построить город на расстоянии пяти клеток от остальных. Построить город на реке. Давайте город на реке. Я его точно построю. Не сейчас, правда. Не сейчас. Наука на лугах. Тоже, наверное, надо взять. А это что? Деньги на реке. Пока нам деньги не так нужны, как наука мне. Как наука. Давайте так возьмём. И к силе на реке. Да, и вот это прокачаем. Это в дальнейшем нам понадобится. Так, что нам там надо сделать ещё раз? Город на реке и город на равнинах. Так. Пока у нас нету еды. Вот тут дорого стоит. Но я пытаюсь зелёного отзонить, так сказать. Ну, давайте как это. Пока мы с ним никак не спорим. Праздник урожая. Вырастить все ваши города в один ход. Или бесплатный... О, давайте бесплатный в лесу. Прям. Сразу. Вот так сделаем. Отодвинем его. Так, дальше на равнине. Город и на реке город. Я сейчас город хочу поставить. Это защита. Тоже. Ну, я бы вот сюда ставил. Технология дохода. Видите, вот на реке. Бесплатная технология дохода на реке. Ну, наверное, я... Блин, науку или... Давайте, наверное, на еду возьму. Денег. Науки на реке. Наверное, науку на реке. Прокачаю пока. Так, а сколько у нас армия будет стоить? Купить. Они пока вообще еще недоступны. Ладно. Сейчас увидите. Пока у нас нету соприкосновения. Вот, взял, как зеленый. Если зеленый сейчас позарится на эту клетку. Нет, не позарился. Установить не меньше трех флагов на холмах. Все технологии флагов. О, интересно. А это бесплатный флаг в пустыне. Это не хочу. Знаете, что на холмах? Это интересно. Надо попробовать. Видите, сейчас очень дорого для нас это стоит. Но, во-первых, мы можем... У нас еще одна задача поставить город на равнине. То есть мы это, собственно, и делаем. И берем технологии дохода на горах. Просто вот это добавить, я так понимаю, вот здесь. Недоступны сейчас, потому что у нас ничего, ни одного холма нету. Поэтому просто эти технологии недоступны, собственно, как и пустыня. Ни пустыни, ни холмы у нас не захвачены. Ну, а морских клеток-то вообще очень... Островных клеток вообще не будет, по-моему. Так, а как? Подожди, а почему написать технология дохода гор, а мне дают технологию дохода на равнине? Почему так? Ну ладно, возьму на виду на равнине. Этихи надо тоже во что-то вложить. Давайте к силе на лугах. Доход на реке, наверное, возьму. Так, ну я бы потратил у нас тут, иначе, минус 4... Минус 4 науки, надо еще на что-то потратить. Минус к расходу на лесе. Ладно, давайте. Вот там камня сирийцы подкрадываются сверху. Что-то опасненькое. Бесплатный флаг на горе, наверное, возьму. Что надо как раз... Так. Дальше. Ну дальше просто так. А, блин, я не могу сразу 3. Черт. То есть мне надо где-то в эту сторону еще город ставить, я думаю. И здесь я бы потом еще поставил где-то город. Наверное, сюда поставлю. Пока так. Так. Ну уровни у нас тоже прилично. Ну тут вот нету потерь. Пока у нас потери только от науки идут. Да, но мы можем еще, видите, деньги в богатство перемещать. Либо в еду. Давайте так, 40 на 60 сделаем. Блин, не хватает одного очка, чтобы это и это принять сразу. Черт. Ладно, на еду возьму. Теряем 4 науки. Ладно, оставлю. Теряем, так теряем. Что ж поделать. Ну, почему он тут забирает постепенно территории? Когда армия, интересно, будет доступно? Три деньги за каждые холмы. И владеть хотя бы тремя. Вот это вполне. Я вот тут собираюсь город на реке поставить. Так, а вот и... Подождите. Вот эта стырка, кстати, если вы можете отменить ходы. Сразу возьму вот эту стоимость постановки на холмах. Дешевле сделаю. Потому что холмы, на самом деле, больше всего и приносят выгоды потом. Так, ну и пустыню, наверное, надо тоже как-то забирать потихоньку. А, видите, вот интересное дело, что я сначала должен на пустыне поставить, и только потом прокачивать. Ладно, вот тут дешевое за восемь. Так, еще двадцать девять остается, но потерь... Не, будут потери, видите? Так, ну науку я, наверное, потрачу. Пятьдесят мне надо потратить. Давайте так и так. И тогда прокачаю, чтобы меньше потери еды были. То есть, еды... Блин, надо снова что-то присоединить, я думаю. Я могу улучшить город. Давайте вот этот улучшим. О, видите, столкновение. Тут пока нету армии, и будет зависеть от того, как она... Вот у него сила больше, чем у меня, он заберет эту клетку. Но это он пока не захватывает мое. То есть, мы вместе на эту клетку претендовали. Построить город в лесу нет. Этихнологии дохода от холмов. Вдвое снижает стоимость перемещения. Нету холмам, вот это возьмем. Дальше... Три города на реках. Надо ставить где-то тут город. Я бы вот тут хотел, наверное, захватить клетку. И вот сюда город попробовать поставить. Дальше прокачиваем клетки захвата на пустыне. И можно уже армию покупать. Давайте, наверное... Куда ее поставим? Отсюда будем идти. Так, и давайте увеличим силу... На равнине еще. Или на реке прямо сразу. Одно на реке. Что-то Сирия вообще-то... Вот тут интересно, он заберет? Наверное, он заберет. На равнине, походу, у него село выше, чем у меня. А вот там на холмах зеленый у меня забрал. Ну, не у меня, это спорная территория была. Так, все технологии дохода от равнин вдвое снижают стоимость перемещения по равнинам. У нас не так много равнин, честно говоря. Установить не меньше 10 флагов за один ход. Давайте попробуем. Так, могу ли я город? Блин, вот тут не ставится город. Мне нужен город на реке. Ну, давайте тогда сюда поставлю. Или вообще вот сюда. Давайте вот сюда заберем вот эту клетку. Так, выполнили это задание. Дальше, что там? У нас не меньше 10 флагов. Все технологии дохода от холмов принять. Так, во-первых, этого сюда двигаем. Нет, не хватает чего-то. Так, по деньгам. Потеря две науки. Ну, наверное, нет. Давайте сохраним деньги, еще армию купим. Вот, видите? Показывает, что я вот эту территорию захватываю. Завоевать клетку сравни... Завоевать? Ну, кстати... Так, ну и три деньги за... У нас всего два леса. Вот это нам бессмысленно. А вот это... Смотрите, вот это... Если зеленый сюда не поставит армию, то я завоевываю следующим ходом эту клетку, я так понимаю. Так, и вот там у нас красненький. Так, я бы еще армию нету, да? Тогда, как увеличить силу? Во-первых, силу на равнине прокачать. Знаете, как проверять? Вот так открываете армию, и вот, видите... Ну, на самом деле, вот сейчас я прокачал, если бы не прокачал равнины, так 3-2. То есть он вот эти клетки захватить не может. Кроме того, можно улучшить сам город, находящийся здесь. Тоже увеличивает силу. Ну, я бы вот эти холмы забирал. Ну, и что, пустыньку? У нас вообще как-то пустыня не прокачана, с другой стороны. Вот давайте на уху от пустыни возьмем. Ну, и доход от холмов нам надо. У нас квестик на это. Теперь можно, наверное, пустыню присоединять. 13. Минус 3 науки, минус 3 еды будет следующим. Ну, давайте, наверное, оставим. Может, снизить потери. Нет, хочу армию еще купить. Ну, вот он подвинул армию сюда. Я так понимаю, что я сейчас... Вот все две клетки... Нет, не захватываю. То есть, а как это работает тогда? Так, ну, вот тут я не могу взять еще, потому что 3 карточки у вас может быть только на руках. Я могу какую-нибудь из этих заменить. Я бы, наверное, вот эту заменил. 50 науки мы тратим на то, чтобы получать 18 науки, вход на 5... То есть, мы в итоге получим 90 науки. Ну, я бы, да. Давайте вместо этой. И, соответственно... Потратили. Так. Заканчиваем вот этот квест. Вдвое снижает перемещение по горам. Так, а как же нам завоевать клетку с равнинами? Что-то я не соображу. Так, ну, поставим, не знаю, где-то город здесь еще. Или, жалко, что не на реке. Ну, ладно, налейся. Наверное, потому что надо эту территорию контролировать. О, я получил... Смотрите, я получил корону за то, что... Вот, 18 населения. Видите, пирамиды. Один захваченный город. Богатство 400. 125 клеток. 7 армий. Каких-то технолог... А, 18 технологий силы. Или просто силу до 18. Технологии силы это вот эти. Угу. Угу. Ну, давайте вложим, чтобы меньше науки мы теряли. Ну, просто мне некуда. Мне вот сюда жалко, потому что мы тут ничего не получим вменяемого. Знаете, наверное, больше на еду. Хочу больше присоединять. И городов делать. Так, ну я, походу, уже полностью закрыл. Так, снизить потери знания до 10%. Удвоить получаемое вами богатство. Ну, вот, давайте снизить потери знаний до 10%. Блин, мне все не хватает. Видите, тут забирают, и тут забирают. То есть я сейчас ничего не сделаю. Так, ну, во-первых, я могу улучшить город. Дальше я могу силу на реке. То 40. Ну, вроде как все, теперь не забирают. Видите, тут одинаковое количество, значит, что они не забирают. Может, мы сюда перейдем, кстати. Может, мы сюда перейдем, кстати. Снижает потери сил. Но у меня, как бы, силы особой нету пока. Ну, заканчиваю. Блин, как мне клетку с равниной завоевать? Как ты захватил вот тут у меня клетку красный. Так, 50 денег на то, чтобы 15 денег на 7 ходов. А вот это самым большим количеством пустынь. Доход на холмах. Ну, кстати. Кстати, давайте, наверное, возьмем. Дальше я бы здесь город где-то сделал. Пустынный. Дальше армию. Так, ну, надо силу прокачивать, мне кажется. Ну, еще доход на лугах, да. Доход на лугах. Доход в лесу точно нет. Вот силу к холмам. Я что-то не очень понимаю, честно говоря, как работает армия. Но вот это они клетку захватят, я понимаю. Вот это я понимаю, почему больше силы. Но вот там стоял у меня... Ладно. Давайте я вот эту трущобу заменю на что-нибудь. Надеюсь, хотя бы тремя городами в пустынях. Давайте лучше снизить потери от еды. Так, еще 5 пустынных клеток. Снизить потери от еды до 5%. Что-то имеется в виду вот здесь, вот туда дойти. Ну, вот видите, пишу, что я эту территорию захватываю. Вот так. Дальше увеличим силу. Ну, я бы на реке увеличил. А, у меня уже нехватка. Вообще, на самом деле, мы можем посмотреть, что и у других. Вот смотрите, например. Ассирийцы... Так. Что тут поставить? Вот так. Вот. Нет, это я. Вот у ассирийцев прокачана сила на реке и равнинах. И все. А у иламитов на реке и горах. Ну, то есть на равнине как бы сильнее должен быть, по идее. Как-то так. Ну, они вот тут еще нападают. Блин, может, мы сюда все-таки... Я вообще могу город еще улучшить. Ну-ка. Нет, не могу. Не хватает. Девять потеряю науки и десять еды. Так, ну, я должен квест по пустыне выполнить, но мне не нравится. Ну, как-то отвели все войска свои. Красные вот на этих пошел. Убийцы. За 50 науки и 20 денег две силы на один ход. Должен быть клеток под угрозу в течение трех ходов, это вряд ли. О, благовония. Эти доход... Гор на реках, я так понимаю, если я правильно понимаю описание этого. Так, еда в пустыне. И деньги в пустыне. Давайте, наверное, вот это... Еду в пустыне возьмем. Так, я вроде как здесь нападаю, да? Тут вот это у нас города стоят. Ну что, апнуть их? Там он зеленый отбивает, конечно. Будем повелительными пустыне. Я что-то не соображу, как мне на самом деле нападать и делать так. Мне надо до пяти... Низить потери еды. Тоже один из квестов. Ну, мою территорию там у красного он тоже забрал. Ладно. Блин, а что я убийц это не использовал? Больше армии, чем городной. Отклоняю обе. Дальше. Не могу я, когда выбираешь карточку. Надо сначала выбрать, а потом... Тут я выбираю. И снижаю до пяти. Теперь у нас три деньги. Это две еды, видите? По-другому стало. Так, отлично. Ну, я бы все технологии на доход, наверное, уже напринимал. Потому что у нас чисто холмы, равнины, луга, реки и пустыни. Все. На лес я даже не буду прокачивать. Одна клетка леса. Так. Пять-шесть. А тут у нас что? Доход за уровень населения. Может, тут город еще поставить? На всякий случай. Ну, тут, смотрите, вон нападает. Может, тут тогда город? Он что-то пробивает меня. Видите, насколько у него... Блин, а почему? У него семь сила. Вот еще чего у него сила семь. Вот у меня три. Доход это я карточку использовал. Убийцы. А, вот же я могу еще делать, ребята. Ну, надо до пяти поднимать, иначе на уступку. Все равно разматываю, да? Уступить тогда, наверное. Армию убьют. И это вы сюда давайте. Ну, вот эти территории мы теряем. Давайте пока вернем тогда то есть-то на еду. Ну, вот красный тут вообще следить. Блин, я не знаю, как мне тут от зеленого отбивать. Он что-то очень силен. Вот здесь хотя бы тремя городами на равнинах. Два есть. У вас не должно быть. Ну, давайте вот это попробуем. Купаю армию. Откачиваю силу. А тут что? Наука за каждый уровень населения. Давайте вот это к силе города возьмем. Так и так. Так, теперь... Так, теперь... Тут... Наверное, армию берем. Я выбираю сюда поставил. Будем отсюда захватывать. И... Переводим вот так в силу армии максимум. Отчет 2... А, потому что там карточка была. Ну, вот так тогда. Плюс 2 все-таки пока и будет. Так, а нужна ли мне еда сейчас? Я бы тогда остаток в науку, чтобы прокачать силу на клетках. Ну, мне пустыня там науку дает и еду тоже дает. Вот. Отнизить потери силы до 50%. Покупка силы обходится дешевле. Распустить армию, получить еду. Нет. Давайте вот это казармы. Выполним этот квест. Теперь 2 деньги, это 3 науки. Ну, наверное... Прокачаем ксиле на холмах. И пока все. Я вот не понимаю, почему вот у меня сейчас здесь, например... Даже... Даже с армией типа одинаковая сила. У него... Ну, у него 3 сила на холмах, видите? Но одна на реке. Хорошо. Так что такое вот здесь я нападаю, а вот здесь почему мне не проходит? У него типа армия сильнее просто здесь. Сама по себе армия. У него не видно какая сила сейчас. У него не видно какая сила сейчас. Хм. Так, какие у нас еще квесты? Снизить потери силы до 50% и тремя городами на равнинах владеть. Я владею... Сколькими? Одним что ли? Двумя? Вот тут и вот тут, да? Я вообще могу на равнине где-то еще поставить? Здесь? Наверное надо. Это поставлено, это типа апнуть. Технология силы на равнине. До двух. Так, хорошо. А что у нас по... Собственно, по победе-то? Семь флотов. Шесть технологий силы. Это у нас будет 4 короны. Население есть. Клетки на карте. Вот что-то я сомневаюсь, что... Хорошо, так... Мне надо 6 корон. Сила 18. Мне кажется, вряд ли технологию силы, наверное, я смогу. Но мне надо тогда какой-то город захватить. Ну что, ртурун захватывает? Я бы ничего... Знаете, я что-то не соображу никак... Как армия тут работает. Я не понимаю, почему у меня захватывают, а я нифига не захватываю. Все технологии дохода от морей... Херня полная. Возьму пока это, но мне кажется, мы это не выполним. Ну почему я вот здесь вообще никак не нападаю? Мне одну силу к горам, что ли, надо добавить? Вообще бессмысленно тут армия стоит, получается. Ну, тут красный вот эту всю пустыню забирает каким-то образом. Ну, тут красный вот эту всю пустыню забирает каким-то образом. Скоро уже не останется свободных клеток. Охренеть. Захватили еще и город. Знаете, что я тут не понимаю, как война работает. Прямо вам скажу. Так, тут плюс к силе можно сделать. А сколько ходов там было? Я что-то пропустил. Ну, блин, захватил мой город. Я смотрю на то, что у меня тут три армии. Это я не понимаю. У него три силы к горам и одна сила к реке. В то время как у меня четыре к реке, плюс две к равнине, плюс две... Или там пустыня. Там, блин, пустыня, походу. Все равно я нихрена не понимаю, почему... Хорошо, а общая у него сила какая? Ну, там неизвестно. У него, видите, полностью прокачено. Нам тоже надо прокачивать, наверное. И вот тут он нападает и забирает, аж город заберет. Вы прикалываетесь? Ни хрена не понимаю. Я вообще не понимаю, как тут тогда армия работает. Есть какая-то помощь, правила игры? Давайте глянем. Откройте вкладку силы. Если вы проецируете в любую из клеток больше силы, чем ее владелец, то в конце хода она оказывается под угрозой. Если в конце следующего хода сил нападающих все еще выше силы других игроков, то он присоединяет такую клетку к своей империи. Ну, хорошо, а я... Это я понимаю, а почему у моего соперника выше силы, чем у меня? А, можно мне закрыть эту херню? Я понимаю, почему он забирает. Я не понимаю, почему у меня силы ниже, чем у него. На этих клетках. Реально не понимаю. 4, 2, 2, 2 у меня. 1. У него прокачано только горы. 3. Единственное, на горах. Так мы на горах и не деремся даже. Ну, и города у него 3. У меня... А, нет, у меня 3, а у него 2. То есть, ну, как города влияют? То есть, они дают силу в зависимости от своего... от радиуса. То есть, вот, например, в городе... Ну, вот на этот... Вот город, например, да. Видите? Сила 9. В следующем круге сила будет уже 8. Потом 6. Но с другими городами складывается. Вот давайте глянем. Вот на клетке, которую он забирает. У меня сила 8, 6, 11, например. У него выше. То есть, у меня сила 8. У него тут где-то типа 14, что ли. Это равнина. Ну, вот, хорошо. У них написано плюс 12 благодаря отряду. И плюс 2 благодаря... Ну, плюс 2, наверное, благодаря технологии на равнине у них. Нет, у них нету технологии на равнине никакой. Почему плюс 12 благодаря... Что у них за отряд такой? Хорошо, и у меня плюс 12 благодаря отряду. Нет, у меня плюс 1. А у него плюс 12. Почему у него сила 12? У него отряд имеет силу 12. То есть, он тут типа вложился так, что у него в итоге 12. Так, блин, а как это так играть? А мне как так сделать? Какие-то нереальные цифры. Я ставлю 3 армии туда. Все равно проигрываю. Одна армия только оставит. Я не понимаю вообще, честно. Честно, вот это... Что-то они с армиями очень странную какую-то херню сделали. Благодаря... Плюс 9 благодаря, плюс 2 благодаря, плюс 3 благодаря городам. То есть, я ставил города, прокачивал, чтобы они добавляли еще силу. Ни хрена подобного. У него какая-то такая армия, что он меня сносит просто безостановочно. Просто безостановочно. 300 науки и 200 еды. О! Нам за это дадут корону. Ну вот тут я могу предположить, например, почему он может забирать меня. Ну вот на этих клетках таким образом. Вообще не понимаю. Ну и тут убивает, ну. Обладать самым большим количеством равнин. Пожалуй, отклоню. Хотя... Не, ладно, отклоню. Так. 300, 200. Покупка силы на одну дешевле обходит. Ну, не знаю, давайте на... На реке. Нет, на луга. Ну вот, смотрим, да. Он побеждает эту армию. Только тут. Силю город. Ну, как это... Не улучшило ситуацию. У него каким-то образом армии просто, ну, очень сильны. 18. У меня 15. Хотя бы на максимум. Не понимаю. Может, вы мне в комментариях напишите, за счет чего они так раскачивают армию. Так невозможно даже сопротивляться никак. Ну, вот это возьмем. Так, впереди красный по коронам пока. Все забирает. Перемещаю сюда. Ну, вот эту клетку я защитил, а остальные все равно забирают. А почему... Я не понимаю, почему вот тут у него сильнее нападение, чем сюда? То есть тут у меня, получается, у него 28 против 21 моего. А здесь у меня 19 против... У него просто благодаря отряду. А здесь у него... То есть тут два отряда нападают сразу сюда. Слушай, а почему у меня тут два отряда не защищают? То есть у него два отряда нападают, а у меня два отряда не защищают. Так получается? Тут красные города отбирает. Вообще непонятно. И мы отбились. Вот смотрите, он сейчас не захватил территорию. Почему? Непонятно. Так. Плюс две силы на три хода. У нас уже сила 11. Так, ну, потери денег, наверное, снижу до минимума. Здесь копим науку, я так думаю. И вот смотрите, вот эта территория теперь я захватываю. Я вообще, я реально, я не могу понять, как тут война работает. Надо разработчикам как-то менять интерфейс, потому что я вообще не понимаю. То есть, ну, а если ты не понимаешь, соответственно, ты не можешь стратегически что-то делать. Блин. Вот почему он не захватил вот клетку в прошлом. Вот это было нарисовано, что он должен захватывать. Ладно, я даже не буду перемещать войска. Ну, вот тут я понимаю, почему я не захватил. Ну, это вот три короны. Ну, копим дальше, чтобы увеличивать силу городов. Я не знаю, на что тут еще науку тратить. Лесов у меня нет. Этих у меня две клетки всего. Наука за каждый уровень населения. Деньги за каждый уровень населения. Ну, кстати, вот это можно взять. Давайте деньги. А потом науку. Уничтожить империю, ни хрена себе. Это вряд ли получится. 15 сил. Ну, понятно, что у меня увеличивается количество денег, увеличивается и сила армии. Блин, он там забирает. Помогу я сюда? Я не могу даже сюда переместиться. Ну, предположим. Ну, там красный заберет точно. И вот туда какую-то территорию. Ну, вот почему... Вот видно, что вот эти я, вернее, забираю. Но вот эту клетку я забирал. Все, красный победил. Ну, очень много всего непонятного, честно говоря. Но выглядит интересно. Ну, чем... Мне понятно развитие, мне непонятно действие армии здесь. Вот я в итоге третье место занял, получается. Он взял колосс, великий май... Так, семь армий, 125 клеток на карте. Ну, конечно, конечно, 125 клеток на карте, потому что зеленый чисто со мной воевал, вместо того, чтобы у него захватывать. 400 богатства и 18 уровень населения. У чувака. Ну, вот такая игра. Она в раннем доступе. Я думаю, мне надо было вам ее показать. Есть вопросы к интерфейсу. Я думаю, разработчики будут этим заниматься. Ваши впечатления хочу прочитать в комментариях. Как вам? Не забудьте, кстати, лайк поставить. И, конечно же, комментарии написать. На этом все. Играйте в умные игры. Слава Украине, живи в Беларуси. Всем пока. Я Алексей Халецкий. Тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok